Друзья, всем привет! У меня будет для вас небольшая новость. Дело в том, что в этом году я решила заняться продажей рассады. Это связано с тем, что мне предоставили помещение, в котором я могу, ну скажем так, расшириться. Сами понимаете, дома на одном подоконнике много не вырастешь. Так что в этом году я расширюсь и смогу лишнюю рассаду продать. Дело в том, что у меня много уже накопилось семян. Все эти семена я у себя в огороде точно высадить не смогу, чтобы они не лежали просто так без дела до следующего года. А то и на 2-3 года вперед, там некоторых у меня семян есть. Лучше я попробую их продать. Что из этого получится, посмотрим с вами. Надеюсь на ваш совет, если вы уже этим занимались. Ну и сейчас вам покажу помещение, в котором я буду это делать. Стеллаж буквально-буквально сегодня только мы сбили, получается. И надо будет еще, конечно, его тут доделывать что-то. Наверное, вот эти уберем. Думали просто, может быть, расширять, но здесь света недостаточно. Хотя, может быть, расширим, еще сделаем. Кстати, если знаете, вот эти вот лампы дневного света для рассады подойдут или нет, как думаете? В принципе, я рассаду планирую высаживать. Уже первая рассада будет высажена 7 марта где-то. И световой день сейчас уже прибавляется. Я даже не знаю, потребуется ли нам прям досветка. Но, наверное, придется что-то докупать. Но если вот этими можно справиться, вы напишите, то я тогда ничего покупать не буду. Вот. Уже грунта купили. Сразу скажу, что у меня нет цели прям заработать в этом году на рассаде. Скорее, сейчас только вложения, потому что все равно что-то нужно покупать. Даже вот банально ящик для того, чтобы грунт мешать, да, был куплен. Вот какие-то вот кассеты. Вот и так далее, и так далее. Вермикулит. В общем, ну, я хочу вообще попробовать, посмотреть, какие сорта пойдут, какие не пойдут. И в следующем году уже с более подготовленной, с опытом, да, уже подойти к этому делу. Так что это такой будет пробный год. И еще, если вы уже занимаетесь продажей рассады или когда-нибудь занимались, у вас был такой опыт, напишите. Ваши впечатления очень интересны. Может быть, у вас есть какие-то советы. Еще хотела вам рассказать вот о чем. Некоторые ждут мои видео, например, в ВК. Но в ВК я загружаю в самый-самый последний момент. Изначально у меня видео грузится в Дзен. Потом где-то на следующий день выходит на Ютуб. И только потом, потом уже в ВК. Иногда, честно говоря, я загружаю ВК даже через несколько дней. Связано с тем, что просто нехватка времени. Вот. Ну и я никогда не скрывала, что на Дзене сейчас есть монетизация для авторов. Пока что у меня монетизации нет нигде. Я нигде не зарабатываю. Я еду только за счет ваших комментариев, которые меня подпитывают. Дают мне силы снимать видео дальше. Но надеюсь, что все-таки потом блог мой начнет, скажем так, давать какую-то денежку. И я смогу, например, улучшить качество звука и так далее. Я думаю, ни для кого тоже не секрет, что сейчас все это очень дорого стоит. Блогинг, в общем-то, удовольствие не из дешевых. Поэтому, если вы хотите видеть видео одним из первых, то лучше заходите пока что на Дзен. Если ситуация потом изменится, я обязательно вас предупрежу об этом. Ну и, конечно, в ВК я чаще выкладываю какие-то там свои фотографии, например, из деревни. Или, может быть, своих там цветочков, которые у меня сейчас цветут. Кстати, вам сейчас все покажу. И лук в том числе. Так что приглашаю вас в свои социальные сети. Хотела я вам показать свой лучок. Помните, я сеяла его семенами. Сейчас покажу. Вот, видите, корни уже как вниз пошли далеко. Иногда их очень прям хорошо видно. Где-то я тут еще, по-моему, видела корешки. А вот тоже, видите, очень хорошо видно, в общем. Вот такой лучок. Я думаю, что через две недели можно будет даже его немножко подстричь. Вот. И, конечно, если смотреть, то здесь далеко не все семена взошли. Потому что я не нарушала целостность оболочки семян. Если бы я это сделала, взошли бы они лучше. Но, с другой стороны, зато они здесь не настолько часто будут расти. И им будет место до того момента, пока я их высажу в открытый грунт. Ну и снова фиалочки. Смотрите, здесь уже идет второе цветение. Эта фиалочка уже отцветает. Но она все равно, смотрите, какая красивая. Тут немножечко вот она как-то, когда я ее рассаживать начала, почему-то вот с этой стороны листочков практически нет. Нужно будет, чтобы массу здесь она нарастила. А вот тут листочки буду убирать по краю. Ну, то есть постепенно-постепенно приводить ее в порядок. Здесь я уже листочки старые убрала. Вот, немножечко ее освежила. И вот, посмотрите, сколько у меня деток. Мне фиалки дала Людмила. Это, ну, наверное, правильнее сказать, наша односельчанка. Вот. И она мне давала листочки. Из листочков вот такие вот детки я вырастила. Все детки я оставлять себе не буду. Скорее всего, потом какие-то выставлю на продажу. То есть вот то, что в горшочках растет, я оставлю себе. А то, что вот здесь три штучки еще осталось, это я, скорее всего, буду продавать. Но я пока не знаю, какие здесь где цветочки. Вот, потому что где-то белая должна быть, где-то, по-моему, еще розовая. В общем, будем смотреть. И когда зацветут, наверное, тогда и выставлю уже на продажу эти фиалочки. Итак, мы снова с вами находимся в помещении, где будем выращивать рассаду. Что у нас здесь прибавилось? Опилки. Это немножко для удешевления, так как вы знаете, что мне хочется сократить расходы. И сразу заранее скажу, что обязательно буду проливать все фитоспорином во избежание грибковых заболеваний. Ну и потом, в общем, я все прочитала, все узнала. Будем использовать все меры защиты. Но вообще опилки для прорастания семян очень хорошо, потому что они впитывают в себя влагу. Воду заранее набирали. Она уже отстоялась. Ящики взяли в магните. Бесплатно. Но сегодня будем с вами высаживать перцы и, скорее всего, баклажаны. По ночи все набрала бумажка, если подписывать надо. Перцы предварительно замочила вчера. Там даже есть немножко наклюнувшиеся. Так, сейчас открою, наверное, и тогда вам покажу. Наклюнулось очень мало семян. Ну, понятно, только вчера замочила. Но одно то, что вот уже пошли в некоторых отросточки, да, говорит о том, что семена хорошие. Вот, буду их сажать в кассеты. Сейчас буду подготавливать смесь фитоспорина-маточный раствор. Конечно, целый пакетик мне сейчас будет много. На моей цели разбавлю вот половину. Получается, что это на один стакан воды. И потом это все я на, получается, 15 грамм, одна столовая ложка, 15 миллилитров, на 10 литров воды разводится, маточного раствора. Правильно же я понимаю? Музыка. 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 Кстати, вот хочу вам показать грунт. Музыка. Комками идет. Не очень хороший. Ну, понятно, он и бюджетный очень. Сейчас буду выбирать все вот эти вот палки и разбивать его. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok